25 августа 2024 год сейчас поговорим о том что мне дают совет учить русский гимн не как украинцы о том что чем разница между кредитом и покупкой за наличные да но прежде всего сегодня 25 августа и поэтому дорогая любимая жена с которой мы уже 25 лет без тобой душа в душу живем поздравляю тебя с 18-летия очередны надеюсь действительно уже следующие дни рождением после моего от этого 28 числа будем уже встречать вместе мирного неба работаю над этим значит так вот мне в комментариях пишет россияне учи гимн российской федерации россия сила у россия сила россия сила ахмат скорость россия сила там украина импульс придадим вас в скорость света там как пробка из бутылок раз курс полности у него в том дело вы говорите учите гимн россия россия там всегда украину создал ленин понимаете тут есть какая такая ну небольшая как это даже сказать загвоздочка наверное российский гимн он 1944 написания года а вы знаете какого года написания украинский гимн вот это ощущение мэра украины ни слава ни воля российский гимн который то есть музыка сейчас российского гимна 1944 года написания слова там вообще наверное где-то в нулевых а так написаны дайте и михалковым чикаго там маршаками михалковыми ну кем-то из современных этих лизоблюдов придворных очередных а текст украинского гимна написан в 1862 году понимаете за 8 лет до рождения ленина который создал украину за 8 лет до рождения это вообще удивительный гений был ленин он за 8 лет до своего рождения уже создал украины так что за 8 лет до его рождения уже написали напечатали гимн украины члены вмерла украины ни слава ни воля да представляете разницу украина 1600 1862 год написание гимна и россия это написание гимна 1944 музыки а слов так по моему вообще я живу где-то 90-х наверно годах двадцатого столетия чё учить вы его то менять у вас томасы марселье за гимн то этот самый то интернационал а у нас слава богу уже 1600 в первый раз к гимн исполнили в 1917 году уже официально совершенно был гимном украины потрясающе понимаете просто земля полнится чуть какими-то людьми такими ленин за 8 лет до своего рождения создал украины гимн уже там написал бандеровцы представляете тоже какие люди пронырливые бандеровский флаг вот это черно-красный он изображен на картине казаки пишут письмо турецкому султану казаки они называются но все знают казаки пишут турецкому султану репин мой земляк вот я с харькова он написал картину в 1800 то тоже где-то в 60-х по моему годах может 70-х то есть задолго до рождения бандеры сто процентов и там желто-блокитный флаг и черно-красный флаг бандеровский но такие чудеса природы да ладно по поводу того что про независимость не пишет мы не можем считаться вы не можете считаться независим вы оружие берете в долг а мы его покупаем за наличку я сообщаю вам что россия от своих долгов избавилась в 2006 году до этого она тоже была блин в долгах в кредитах и так далее и сейчас когда вы меня просите сургут нефтегаз вот объявил давеча убытках на 130 миллиардов на 120 здесь что такое за полгода 2024 года нефти газ сургут нефтегаз газпром который мечты сбываются с были по моему по не очень выгодным ценам потому что когда рассчитывал миллер говорил что будет капитализация 1 триллион долларов на каком-то 2007 году грубо говоря капитализация газпрома будет 1 триллион долларов но она будет 1 триллион долларов долгов потому что уже в прошлом году в 23 газпром показал убыток на 500 миллиардов нет оставить сегодня вы за это полгода на 400 с чем-то миллиардов рублей правда не доллара конечно я думаю что будет и доллар скоро ребята будете за свою мечту платить дорого за мечты сбываются да уже не переживайте мы сейчас дом там у нас долги не такие большие украины там 60 процентов ввп потом 80 там многие страны живут гораздо большими долгами там у америки там больше ста процентов отношения вас долга к ввп так что и как бы по моему не жалуется не великобритания там не америка все нормально да еще что хотел сказать наверное немножко отвлеченно пришла мысль в голову что почему мы почему россияне не встречали наши танки в курской области так как мы встречали допустим херсоне в харькове в киеве там с коктейлями молота и все остальное то есть по моему как россияне приписывается время что надо убрать там президента ну зеленского порошенко и тут у нас в все поменяется они в этом ошибаются они не понимают что у нас горизонтальные отношения у нас народ то есть у нас президент может что-то сказать пошли воевать но пойдет только тех кто считает что правда надо сейчас воевать и надо бить супостата и отбивать свою родину а кто не считает это нужно текает через тису там или блин не знаю отсиживается по всему то есть россияне этого не понимают им кажется как президент решил так и было но и у нас обратная ситуация мы ждем что мы как украинцы мы ждем что раз на вашу территорию в россияне пришли мы захватчики украинцы вы как-то как народ должны же восстать должны нам как-то сопротивление оказывать мы же оккупанты для вас а вы одну а мы не понимаем что раз я не все сидят и ждут что там сарят отрешит плюшевый крысиная морда вот эта лысая понимаете вот это недопонимание и принципиальная разница между украинцами россиянами русскими в широком смысле то что у них царь в голове понимаете алмаз где два украинца там три все буду украина не переймайтесь танюшка я тебя люблю с днем рождения еще раз